Роза Майнсорфастнахт Майнсорфастнахт Описание сорта Большой популярностью среди любителей цветов пользуются ремонтантные сорта роз. Их ценят за способность образовывать бутоны в течение почти всего лета и даже осенью. Ниже представлена информация о выращивании ремонтантной розы Майнсорфастнахт. Что это за сорт? Роза Майзир выведена специалистами из Германии и Польши в 1964 году. Относится к чайно-гибридным сортам. Цветение обильное, с небольшими перерывами, длится до самых заморозков. Как выглядит роза Майнсорфастнахт Описание и характеристика побеги розы достигает высоты 110 см. Куст раскидывается на ширину 60-80 см. На стеблях имеются редко расположенные шипы. В описании указано, что цветки раскрашены сиреневой палитрой. Они состоят из 30-40 махровых лепестков. Раскрываются бутоны медленно, меняя форму от конусовидной до боковидной. В полном распуске диаметр цветков достигает 10 см. К сведению. Во время цветения трос исходит приятный аромат, напоминающий запах цитрусов и розового масла. Сорт неприхотлив, хорошо переносит холодные зимы. К болезням среднеустойчив. Преимущества и недостатки к положительным качествам сорта относятся следующие характеристики. Красивый внешний вид. Приятный аромат. Неприхотливость в уходе, морозостойкость, возможность использования цветочных побегов для срезки. К недостаткам относят среднюю устойчивость к болезням, слабую устойчивость к влаге. Использование в ландшафтном дизайне розы Minds or Fasnacht используется преимущественно для посадки в виде солитера. За счет необычного цвета бутонов ее трудно сочетать с другими растениями. Рядом с культурами, имеющими яркий окрас розосисии, второе название розойко будет выглядеть незаметно. Она неплохо будет смотреться на фоне среднеруслых хвойников. Обратите внимание, нежный сиреневый окрас бутонов розы можно подчеркнуть, сажая рядом с ней растения с цветками более светлой палитры. Использование Minds or Fasnacht в ландшафтном дизайне выращивания. Саженцы роз приобретают в садовом центре у проверенных продавцов или в растении в отческом питомнике. Выбирают кусты, у которых есть 2-3 побега, развитая корневая система. Важно! Возраст саженцев не должен превышать третьих лет. Чем моложе кусты, тем легче они переносят пересадку. В каком виде производится посадка для посадки в грунт приобретают саженцы с открытой или закрытой корневой системой. Предпочтительнее второй вариант, поскольку в этом случае кусты приживаются быстрее. Сажают розы весной после наступления устойчивого тепла. Допускается также посадка культуры осенью задолго до наступления морозов. В этом случае кусты тщательно укрывают на зиму. Выбор места розу Fasnacht сажают на хорошо освещенном месте, но затененном в жаркий полдень. Это необходимо, потому что нежные бутоны выгорают от палящих лучей солнца. Подземные воды вместе посадки должны залегать глубоко. Как подготовить цветок к почву для посадки побеги? Корневую систему слегка подрезают. На стеблях не должны находиться цветки и листья. Корни окунают на 2-3 часа в раствор стимулятора роста. Участок освобождают от растительных отходов, перекапывают. Роза предпочитает развиваться в плодородной почве, поэтому в нее вносят перегной компост. К сведению, при необходимости для рыхлости добавляют орф и песок. Процедура посадки пошагово сажает кусты следующим образом. Выкапывают лунки размером 50 умножить на 50 умножить на 50 сантиметров. На дно выкладывают пласты в песка, мелких камней. Насыпают плодородную землю. Посредине располагают саженцы, накрывают их субстратом, не заглубляя корневую шейку. Обильно поливают. Для сохранения влаги прикорневой круг мульчируют орфом, корой деревьев. Выбирать саженцы нужно тщательно уход за растениями. Уход за розами заключается в оливе подкормки, рыхлении почвы. Поломанные от порывов ветра стебли, отсветшие бутоны срезают. Правила полива и влажность. Поливают кусты после просыхания верхнего слоя грунта. Орошение должно быть редкое, но обильное. Под взрослые растения выливают 15-20 литров воды. Обратите внимание, орошать кусты сверху нежелательно, поскольку из-за этого они могут поразиться мучнистой росой. Подкормка и качество почвы ранней весной розы подкармливают азотом. В период завязывания бутонов вносят калий на фосфорные удобрения. Этот же состав носят после первой волны цветения. Осенью применяют калий, способствующий повышению иммунитета растений. Обрезка и пересадка осенью и ранней весной производят санитарную обрезку. Вырезают сухие, поломанные, больные ветви. После первой волны цветения срезают побеги, чтобы просыпались боковые почки. Из них быстро вырастают молодые ветви, на которых образуются цветки. Обратите внимание, пересаживают кусты весной или осенью. Особенности зимовки цветка роза чайно-гибридная сиси хорошо переносит зимовку. В тщательном укрытии нуждаются только те кусты, которые посажены в текущем сезоне. Взрослые растения в середине осени обильно поливают. С наступлением холодов прикорневой круг мульчируют орфом-компостом. Цветение розы. На побегах розы образуются одиночные цветки сиренево-фиолетового окраса. В цветок розы сиси период активности и покоя на ремонтантной розы бутоны распускаются с начала лета до поздней осени. В середине сезона происходит небольшой перерыв кусты и набираются сил для второй волны цветения. Уход во время и после цветения. В период образования бутонов кусты обильно поливают, подкармливают. Отсветшие бутоны вместе со стеблями срезают. Это способствует наращиванию новых цветочных побегов. После второй волны плодоношения кусты подкармливают калием. Что делать, если не цветет? Если роза мейнзюрфоснот не зацветает, возможно, она поражена болезнями или вредителями. Для предотвращения появления на пасте кусты несколько раз до сезона прыскивают инсектицидами и фунгицидами. Важно! Роза может не цвести, если она старая. Поэтому толстые одревесневшие побеги вырезают. Взамен на них быстро вырастут молодые цветочные стебли. Размножение. Культуру можно размножить на участки черенкованием, отводками, делением куста. Чаще всего садоводы приступают к размножению розы в конце весны. К этому времени побеги наливаются соком, становятся восприимчивы к проведению с ними различных процедур. Для черенкования нарезают побеги длиной 10-15 см. Их помещают сначала в воду для укоренения, либо сразу сажают в грунт. Для создания тепличных условий черенки накрывают пленкой. Из них вскоре разовьются молодые кусты. Саженцы перед посадкой на несколько часов помещают в воду для размножения отводками. Выполняют следующее действие. Выкапывают неглубокие бороздки, укладывают в них побеги. Пришпиливают, накрывают землей, обильно поливают. Из отводка вскоре начнут образовываться новые растения. К сведению, чтобы размножить розы делением куста, корневую систему полностью выкапывают. Острым инструментом разделяют на части каждый фрагмент, сажают отдельно. Болезни, вредители, способы борьбы с ними. При неправильном уходе розы могут поразиться грибковыми заболеваниями. Для защиты от них растения опрыскивают несколько раз фунгицидами. Против тли паутинного клеща применяют инсектициды. Опавшую листву из прикорневого круга обязательно удаляют, поскольку в ней могут находиться патогенные споры и личинки вредителей. Майнсорфанхаст – ремонтантный сорт розы. У нее образуются сиреневые ароматные цветки. Уход за культурой несложен. При правильно выполненной агротехнике роза способна цвести с начала лета до самых заморозков.